Теперь я поставлю перед вами, пользуясь вот этими обозначениями, несколько задач, которые имеют неожиданно красивые ответы. А именно, вон там мы считали сумму первых степеней. А давайте-ка возьмем и посчитаем сумму не первых, а вторых, интересно, возрастающих или убывающих. Давайте возрастающих. Сумма вторых возрастающих степеней. Насколько боимся, мы еще не очень привыкли к этому обозначению, я сейчас все это вспешу подолгу. Что это такое на самом деле? Это 1 умножить на 2 плюс 2х3 плюс 3х4 плюс 4х5. и так далее, и так далее. Плюс n умножить на n плюс 1. Вот нас сейчас интересует такая величина. Ну давайте ее тоже как-нибудь обозначим. Например, давайте ее, там было x, давайте все будет y, да? Это будет y от n. И сделаем простую вещь. Выпишем табличку. Здесь будут написаны числа n. Здесь n умножить на n31. А, соответственно, в третьей строчке будет написано y. Поехали. n равно единице, 1х2 – это 2, 1х2 – это 2. Замечательно. n равняется, в ум тогда будет 6, 2 плюс 6 – это в ум. До какого места – не так важно. Потому что наша цель – догадаться, и, соответственно, каждый из вас догадается. Я покажу свой момент. Здесь у меня будет 20, здесь 4х5. И теперь здесь 40, 70, 112, 168. Отлично. Вот, господа, давайте договоримся. Как по числу n вычислить эту самую величину? Более закономерно, давай. Вот это все объясняешь рекуррентную форму. То есть, смотрите, когда у нас есть y n, оно состоит из n слагаемых, последних слагаемых, n умножить n, 161. Мы можем взять отдельно это слагаемое, рассмотреть, n умножить на n плюс 1, да? А все, что перед ним, это y n минус 1. Отлично. Это правда. Но, извините, хоть это и правда, это та правда, которую наша цель не рискует. Форма будет кубическая. Интересно, явная форма. Форма будет кубическая. Вот, если я вам скажу, найдите y 2017, то вашим способом вы должны будете сначала найти y 2016, а для этого сначала найти y 2015, па-па-па-па. И реально нужно найти все y. А я прошу написать какую-то формулу, которая сразу даст ответы, которая позволит только по номеру, сделав какие-то аффективические вычисления, мне очень сложно найти этот ответ. Понятно? Замечательно. Вообще, грань между рекуррентной формулой и явной, она не такая простая, но по сути надо понимать так, рекуррентная формула, которая дает очередное значение через предыдущее, а явная, это когда сразу число n вы что-то такое можете вычислять. Понятно? Замечательно. Кто найдет формулу? Да. Ну, y в степени n равно… Только не в степени. В степени, значит, надо перемножать y много-много раз на себя. А это читается y n-o-e. А y n-o-e, но n-o-e, но n-o-e, и добавите y n-o-e. Это вы опять повторяете ту самую рекуррентную формулу, которую я написал. А здесь еще, формулу будет кубической. Воля подсказывает, что когда мы вычисляли первые степени, вот смотрите, я же не зря начал с этой задачей, когда здесь были первые степени, то ответ был второй степень. Он говорит, что здесь более-менее вторая степень, правильно? n-o-e, значит, разумно подозревать, что ответ будет третьей степень. А вы напишите какую-нибудь формулу третьей степени. Ну что бывает в третьей степени? Какое выражение можно написать? Можно попросту написать n в кубе. Это будут такие числа. 1, 8, 27, понимаете, да? Вы уже привыкли, что у нас все немножко хитрее сегодня. У нас не n в кубе, а у нас что? Скажи сейчас. Я почти не делаю. Да не нужно тебе было почти делать. Я нам ответ был сказать. Коля. Потому что ты там сейчас что-то нехеряно что-то делаешь, означает, что ты ничего не понял. Он пытается в общем виде посчитать. Он понимает, что ответ будет скорее всего третьей степени, но он недостаточно смелый, чтобы просто написать ответ. Я сделал. Какой ответ? n куб плюс n квадрат плюс 2n и все это делить на три. Ага. Ну что, напишем бы? n куб плюс 3n квадрат плюс 3n квадрат плюс 2n разделить на? 3. Разделить на 3. Во-первых, это правда. Во-вторых, вы все могли заметить, насколько долго Коля. Во-третьих, ребята, что такое степени? Это человек, который пишет ответ, не утруждая себя, его подсчетом. Потому что он все равно знает, что ответ будет правильным. Я для чего вам говорю вот эти возрастающие степени убывающие? Все, что от вас требовалось написать, что такое третья возрастающая степень числа n. Давайте все это вместе бодренько сделаем. 1х2х2 это 6. 2х3х4 это 24. 3х4х5 это 60. 4 на 5 и на 6 это 120. 5 умножить на 6 это 30. На 7 это 210. 6 на 7 это 42. И еще на 8. 236. У вас может падать? 7 на 8 на 9. 168 на 3. Быстро. Это 7 на 72. 504. Господа, если вы посмотрите на строчку для yn и для возрастающей третьей степени n, то вы обнаружите, что они отличаются действительно ровно в три раза. Таким образом я формулирую теорию. Ну и разумеется, сейчас эту самую теорему докажу. y от n это третья возрастающая степень n, деленная на 3. Прежде чем доказывать теорему, догадайтесь, пожалуйста, когда будем складывать 1х2х3, 2х3х4, 3х4х5 и так далее, n, n плюс 1 и n плюс 2. Четвертая возрастающая степень? n в четвертой возрастающей степени разделить на? Теперь было на 2, здесь на 3, здесь на 4, конечно. Ну, господа, согласитесь, что n красивая и, главное, очень легкое для вспоминания форма. Вот есть такая любимая игра у школьников, а ты помнишь сумму квадратов? Ну, во-первых, я помню квадратов. 1 в квадрате плюс 2 в квадрате плюс 3 в квадрате и так далее плюс n в квадрате. Но я прекрасно понимаю школьников, которые с трудом эту формулу запоминают. Дело в том, что формула действительно не самая приятная. n умножить на n плюс 1 умножить на 2n плюс 1 и разделить на 6. Ну, честное слово, понять где там n, где n плюс 1, с первого раза тяжело. Однако, согласитесь, что вот эту последовательность формы понять легко. Согласны? А если так, то вы можете не загружать свою волну к этой форме. то вы можете взять и прибавить к ней просто сумму чисел от 1 до n. н умножить на n плюс 1. Но ведь смотрите, что это такое. Это 1х1 плюс 1. Это 2х2 плюс 2. 3х3 плюс 3. Здесь n умножить на n плюс n. Поэтому можно отдельно написать сумму квадратов и отдельно написать сумму просто чисел от 1 до n. Но у нас есть формула для треугольных чисел. Таким образом, для суммы квадратов я могу написать сразу ответ, если помню для треугольных и для тех. Сумма квадратов как вычисляется? Нужно взять n, n плюс 1, n плюс 2, перемножить, разделить на 3 и вычесть из этого n умножить на n плюс 1 пополам. Но, господа, сумма квадратов не такая сложная. Она состоит из двух простых элементов. Из уменьшаемого и вычитаемого. И получить вот эту формулу n плюс 1, 2, n плюс 1, очень легко. Для этого достаточно n плюс 1 вынести за скобку и получится такая вещь. Здесь смотрите, что будет. n плюс 2 разделить на 3, минус 1, 2. Ну понятно, общий знаменатель 6, значит будет n, n плюс 1 разделить на 6. Здесь 2n плюс 4, минус 3. 2n плюс 4, минус 3, это как раз и есть 2n плюс 1. Отлично. Значит, если мы сейчас с вами докажем вот эту формулу для YN, то мы заодно получим и формулу для квадратов. Согласитесь, это приятно и совершенно замечательно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.